Ну, что касается Афганистана, это действительно серьезная проблема. Я видел то, что было в Афганистане, то, что было после вывода в Средней Азии, после вывода наших войск из Афганистана. Эти толпы беженцев, тот экстремизм, который вдруг возник, он действительно неоткуда. В том же Таджикистане, в Афганистане, в Киргизии, когда мы видели, когда мы сами противодействовали переходам очень многих банд и работали на опережение на одной и другой стороне. И видели толпы, самое главное, то, что и самое страшное, толпы беженцев. Я боюсь, что... Да я не боюсь, я знаю то, что действительно сейчас вот в Среднесаветских республиках в Таджикистане, в Афганистане, в Туркмении создаются уже временные лагеря беженцев. Плюс того, что западная коалиция пытается переложить все проблемы именно на эти республики, чтобы пустили именно беженцев из Афганистана с последующими их переправку в Европу. Но мы же знаем, что это полная чушь. А вот когда хлынут толпы, миллионы этих, ну так скажем, бездольных людей, которые действительно будут находиться на грани жизни и смерти, и кто будет среди них затесавшиеся. Всех мастей террористы. И через эти открытые границы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, они хлынут к нам, вот тогда мы получим действительно серьезные проблемы. И да, сейчас наше, так скажем, Министерство обороны, Министерство иностранных дел проводит, конечно, сильнейшее, много работы по укреплению границ, именно первых границ. Но я считаю, что необходимо все-таки и создавать эти именно заслоны уже на нашей границе. Конечно, мы увидим новые проблемы, которые возникнут, эти толпы, миллионы, которые бездольных людей, которые просочатся на территории республик Средней Азии. Мы это видели, вот он, буквально недавний результат Ирак. Тоже, откуда она взялась? Это же бывшие офицеры иракской армии, которые действительно профессиональные. Очень многие учились в наших академиях, потому что мы находили и захватывали очень много учебников на русском языке, именно боевых уставов Советского Союза, которые были принесены. И все то, что мы видели в Ираке, мы все получим вот в Таджикистане, в Азербайджане, и все это будет уже у нас, по сути, на границе. И если мы сейчас не укрепим нашу границу, именно уже на нашей стороне, то мы все это получим у нас уже здесь. Будут просачиваться, и здесь уже нужно будет и менять иммиграционную политику, и создавать какие-то новые условия для того, чтобы те, которые сюда попадают любыми способами, кто-то нелегально, кто-то легально. Мы понимаем, что адаптировать этих людей, асоциализировать именно в нашем государстве, их практически невозможно. Мы это видим на диаспорах, на те, которые вот у нас существуют, из наших бывших социалистических республик, которые входили в состав Советского Союза. И мы видим то, что все это будет только усугубляться еще вот этими проблемами, которые будут возникать. Возникать это, в первую очередь, нищета, голод, отсутствие воды, жилья. В первую очередь, конечно, надо будет в самое ближайшее и кратчайшее время нужно пересматривать нашу миграционную политику. Получить тому же афганцу в Таджикистане или в Узбекистане гражданство, приехать к нам в Россию, работать ведь тем же таксистом или тем же дворником. Мы не знаем, что нам в подвал могут подложить. И это действительно реальная проблема. Границы у нас прозрачные, договора у нас есть, у нас подписаны коммунике в рамках Содружества. Поэтому особых проблем нет. Мир циклечен. История повторяется. И всегда одно и то же. История повторяется.